МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Идея родилась у меня в тот момент, когда у меня родился сын. Дело в том, что у меня в детстве был такой же набор, который был произведен еще в Советском Союзе, Телябинским институтальным заводом. Я помню, как я проводил неделями, выпиливая, вырезая, выстругивая всякие там бесполезные на данный момент сейчас вещи, но на самом деле это для воспитания мальчика, для его каких-то жизненных гарантий, для характера, это дает определенное направление, определенный толщок. И когда у меня родился сын, я зашел в интернет и решил купить ему такой же набор, как у меня был в детстве. И какое же мое было удивление, когда через 3-4 часа я не достиг успеха. Были варианты всяких различных пластиковых игрушек, всяких имитаций. А как известно, нельзя научиться чему-то имитировать деятельность. И мне как-то стало так обидно, что, думаю, раньше воспитывали конструкторов, инженеров, запускали корабли в космос. И я считаю, что по причине того, что были вот такие вещи, развивающие для деток, я решил, что если в моей стране такой набор не производится, то я не буду ходить, жаловываться о том, что у нас все плохо, у нас ничего не производится, у нас там никто не занимается образованием наших детей. А я решил взять свои руки и сделать набор своему сыну. Один. В процессе размышления о наборе я вспомнил, что у меня есть племянник и два крестника. Я понял, что мне нужно делать не один набор, а уже четыре. А столкнувшись с оптовиками, заводами и с оптовыми заказами, я понял, что делать один или два набора это очень невыгодно, потому что розничные оптовые цены очень сильно отличаются. И так вот получилось поставить это дело на поток. Я потратил где-то год на планирование, на сбор сотен, сотен всяких разных инструментов приходилось закупать, щупать, проверять, как это, какого качества, как это ребенку. И вот все это вылилось вот в этом. Продолжение следует...